Приветствую вас! Мне бы хотелось сказать, что... Да, вам действительно повезло. Повезло, потому что молодой человек относится к вам уважительно, молодой человек относится к вам искренне березно, молодой человек относится к вам трепетно, молодой человек действительно дрожит вами, ценит вас И отчасти поэтому он не хочет с вас встречаться, потому что боится, что вот это вот отношение хорошее, которое у вас сейчас есть, оно попадет. То есть надо понимать, что перевод взаимодействия между людьми на другой уровень – это всегда риск. Это риск потерять то, что было раньше, да, и возможность не получить ничего взамен. И молодой человек действительно дорожит тем, что у него есть сейчас, действительно как бы повышает наслаждение от этого, от того, что есть сейчас, да, то есть от того, что вы общаетесь и встречаетесь как друзья. И вы не пишете здесь никаких сроков, то есть вы не указываете, сколько времени это длится, как давно, как долго. Но если это несколько месяцев, например, то, в принципе, время еще достаточно для того, чтобы, ну, не делать каких-то шагов, чтобы не говорить о том, что вы хотели бы, например, чего-то другого в отношении, что вы, в общем-то, готовы встречаться с ним как с мужчиной, а не как с другом. Ага. Если прошло еще больше, например, полгода, то тогда, в принципе, можно так сказать тем о том, что вот у вас есть ему симпатия, есть, что вы, в принципе, хотели бы попробовать, ну, встречаться с ним как с мужчиной. И в этой инициативе однажды проявлено ничего плохого нет, потому что, ну, молодой человек действительно может опасаться того, что потеряет вас. И, в общем-то, наверное, у него есть основания для того, чтобы думать, что дружь баруха супер. А если вы пообещаете ему или договоритесь, что вы дружить будете всегда, и по-другому, если все это и будет по-другому, то это будет, как бы, органическим развитием того, что у вас есть еще сейчас, то, я думаю, молодой человек согласится с вами. То есть ему нужна уверенность, что вы будете с ним. Ему нужна уверенность, что вы не превратитесь в того человека, который бросит его окончательно, если у вас не получится отношения. И, понимаете, это можно сделать, да, можно проявить одинаковую инициативу, если вы хотите, но это нужно сделать только однажды, и только если прошло достаточно времени, много, потому это все-таки важное желание обоих людей, в том числе отсутствие давления на человека, отсутствие какого-то вот навязывания своих желаний другому человеку и так далее. То есть, допустим, вы готовы, допустим, вы готовы с ним встречаться уже в более близкой форме, но молодой человек еще не готов, и у него есть четкое достаточно обоснование этого. Поэтому, возможно, ему требуется больше времени для того, чтобы это решение принять. Если вы его уважаете и цените, то, наверное, вы с этим согласитесь и отнесетесь с пониманием. Ну, естественно, по прохождению большого количества времени следует намекнуть ему или сказать прямо, если у вас отношения доверительны о том, что вы хотели бы видеть его в качестве своего мужчины, у вас есть свои потребности как женщины, и если он не готов дать вам это, то есть не готов быть для вас мужчиной и позволять вам чувствовать себя женщиной, то вы, соответственно, будете искать другого человека, который бы дал вам это. При этом дружба, безусловно, вообще будет продолжаться, но вопрос в том, готов ли мужчина и сможет ли он с вами прожить при условии, что вы будете встречаться с кем-то еще. Я думаю, что при наличии небольшого количества времени таких отношений, которые у вас сейчас, это посудит для него неплохим стимулом для того, чтобы с вами станет близко и дать вам то, что вы хотите, потому что, скорее всего, ему будет невыносимо о том и мысли только, что вы будете с кем-то, а не с ним. Вот так можно ответить на ваш вопрос. То есть все здесь зависит от сроков и от ваших желаний. Если вы остро хотите с молодым человеком сблизиться и встречаться уже как пара, то здесь, конечно, все сложнее, потому что вы, получается, не учитываете его желания, не учитываете его потребности. Если же у вас нет такой острого желания встречаться с ним как пара, ну тогда лучше дайте ему время, разумное время, конечно, да, то есть сам себе какой-то срок нагнать, что в движении которого вы будете так общаться и не будете никакой инициативы проявлять. А потом просто дайте ему знать о своих чувствах и скажите все как есть, и если молодой человек никаких действий не припримет, то вам нужно показать ему и достаточно четко, откровенно, недосмысленно, что вы будете искать себе другого человека для отношений. Потому что с ним определенно вы реализуетесь как друг, но не реализуетесь как женщина. И это неприемлемо для полноценной, развивающейся, независимой личности. И молодому человеку нужно это учитывать при проведении с вами времени. То есть он думает сейчас в большей степени о себе, несмотря на то, что заботится о вас, уважает вас и ценит, он думает о себе. То есть он думает о том, что он не хочет терять вашу грудь, он думает о том, что боится, что все рухнет. Но он боится, значит это его желание, а о вас, о том, что вы хотите быть женщиной, да, хотите мужской ласки, тепла, любви, именно мужской ласки, тепла, любви, не дружеской как бы. А вас, к сожалению, в этот момент не думают. И вот важно мягко направить его на эту стыжу, мягко показать ему, что это для вас важно. Мягко, то есть ненавязчиво и не в требовательной форме, а скорее в такой, знаете, информативной форме. То есть просто проинформировать человека о том, что такие желания у вас есть, и вам бы хотелось реализовывать их именно с ним. Но если он не готов этого дать, то, что человек уважняет свой выбор, будет искать другого партнера. Но вопрос в том, как мужчины на это пререагируют. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.